Вести Карачаева, Черкесия 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 Автомобили уже приобретено и мы отправили в районы. На 50% мы обновили автомобили скорой медицинской помощи. Ежегодно мы получаем от 10 до 16-18 автомобилей скорой помощи, которые также передаются в районы республики. И эта программа еще будет продолжаться и в 2023, и в 2024 году. Я думаю, это данные по результатам мониторинга программы, она может быть, скорее всего, и продолжена. Основные наши задачи и всей программой модернизации – это удовлетворенность населения жителей Карачаево-Черкесской республики. Финансирование на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в регионе планируется увеличить до 160 миллионов рублей, что почти на 60% превышает показатели прошлого года. Этот вопрос находится в центре пристального внимания прокуратуры Карачаева-Черкесии. В 2023 году в результате принятых прокурорами мер сумма бюджетных средств на приобретение жилья увеличена на 40 миллионов рублей. При этом общий объем средств, предусмотренных в республиканском бюджете, на указанные цели в текущем году, как мы уже говорили выше, составит более 160 миллионов рублей. 17 февраля в Черкесске пройдет мероприятие «Эффективная занятость» с участием представителей вузов и СУЗов Карачаева-Черкесии. Его участники обсудят вопросы эффективного взаимодействия со специалистами, работающими в сфере молодежной политики, создания механизма реализации плана работы регионального министерства по делам молодежи. Кроме того, участники мероприятия рассмотрят программу развития молодежи республики. Спикером выступит заместитель министра по делам молодежи Расул Найманов. В целях поддержки активных, талантливых и одаренных детей образовательных организаций республики Министерством образования и науки проводятся клубы выходного дня. В рамках первого этапа с 11 февраля по 30 апреля будут организованы двухдневные поездки в курортный поселок Донбай. Отдыхом за этот период будут охвачены 720 школьников из всех городов и районов республики. Минувшие выходные в Донбай уже побывала первая группа школьников из 60 человек. В рамках второго этапа клуба выходного дня также будут организованы однодневные поездки в Кисловодск. Отдыхом будут охвачены еще 780 детей. Наладить эффективный диалог с властями стало возможным благодаря платформе обратной связи, разработанной Федеральным Министерством цифрового развития. Теперь направить обращение в госорганы или органы местного самоуправления можно через специальный виджет на всех сайтах ведомств и муниципальных учреждений республики. Быстро, легко и не выходя из дома. Комментирует информацию первозаместитель министра цифрового развития Инвер Кипкеев. С итогом 2022 года Карачао-Черкесия успешно поднялась и является лидером. Она занимает седьмую строчку среди субъектов Российской Федерации по качеству предоставления ответов, по качеству внедрения платформы обратной связи. Перед нами поставлена задача, чтобы платформа обратной связи стала такой системой, через которую максимально и оперативно решались актуальные вопросы граждан Карачао-Черкесской республики. В парках Черкеска стала заметно светлее после модернизации системы освещения, написал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Баскаев. В парке «Юность» и «Аллеи Славы» заменили более 50 светодиодных ламп, выполнены масштабные работы по замене электропроводки. На аллее под аватор обновили 40 ламп и более 20 светильников, устранили дефекты замыкания электрических проводов. А в Покровском парке восстановили линию, отвечающую за работу 12 светильников, заменили более 60 ламп и 15 светильников. На улице Первомайской заменено 40 осветительных приборов, переупаковано 15 светильников с заменой проводки. В общей сложности обновлено 250 ламп. Подрядная организация в течение года будет следить за состоянием освещения и в случае необходимости оперативно менять лампы. Студенты СКГА при поддержке партии «Единая Россия» изготовили для бойцов уже сотни комплектов теплого белья, балаклав и носков. Студенты Академии уже давно активно поддерживают наших бойцов. Студенты медфакультета СКГА регулярно помогают врачам военного госпиталя Ростова-на-Дону. Информацию комментирует руководитель регионального исполнительного комитета Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев. Мы все прекрасно понимаем ту ответственность, которую мы несем перед нашими военнослужащими, которые призваны из нашей республики. Поэтому я уверен, что эта помощь, она своевременная и очень необходимая, тем более учитывая те погодные условия, в которых они сегодня проходят службу. В лесах республики продолжается зимний маршрутный учет зверей. Региональное министерство природных ресурсов и экологии осуществляет регулярные наблюдения за численностью и распространением диких животных и их размещением в среде обитания. Учет диких животных прошел на площади более 1 миллиона гектаров. На основании полученных данных устанавливаются лимиты квоты добычи животных. По итогам позапрошлогоднего-прошлогоднего учетов по всем видам животных наблюдается увеличение численности. Карачаево-Черкесия поставила в Абхазию и Азербайджан 119 тонн кефира, мацони, каймака и йогуртов, комментирует информацию государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. С начала 2023 года Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролированы экспортные поставки молочной продукции из Карачаева-Черкесской республики в Абхазию и Азербайджан. В настоящее время уже отгружено 119 тонн молочной продукции. Экспортируемая продукция представлена широким ассортиментом – айраном, кефиром, мацони, каймаком, йогуртами, сметаной, молоком и маслом. Для подготовки каждой партии к отгрузке управлением Россельхознадзора были оформлены 25 ветеринарных сертификатов. Все экспортированные партии, транспортные средства и условия перевозки отвечали требованиям стран-импортеров. В целом можно отметить, что объемы экспорта молочной продукции выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня в 18.30 русский театр драмы и комедии «Карачаево-Черкесия» представит Прибайкальскую кадриль, адаптированную к нашим театральным подмосткам. Герои пьесы – пожилые люди, которые ни с того ни с сего перетасовывают свои семьи, подобно кадрилье, где танцующие меняются партнерами. Как и в знаменитой комедии Владимира Горкина «Любовь и голуби», эта смешная история происходит в маленьком поселке, где жизнь протекает по своим законам, а любовь остается неизменной. Режиссер постановки Валентин Бирюков, художник Леонид Черный, хореограф Марина Христенко в ролях Сульсана Аджиева, Аслана Стежев, Стебан Тубицкий и Юлия Турбарова. На курорте Архэс в Карачаево-Черкесии с 10 по 12 марта пройдет ежегодный фестиваль электронной музыки и спорта «Ритм гор». Любителей активного отдыха ждут экстремальные соревнования, выступления артистов, кинопоказы, лекции, мастер-классы от профессиональных райдеров. Начнется фестиваль массовой спортивно-танцевальной разминкой на главной площади курорта в поселке «Романтик». 11 и 12 марта также на курорте и в поселке Архэс запланированы вечеринки на открытом воздухе, концерты инструментальной музыки и выступления приглашенных диджеев. Хедлайнеры фестиваля приедут из Москвы, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону и Пятигорска. В Чечне прошли чемпионаты первенства Северокавказского федерального округа по панкратилонам. В результате упорной борьбы копилку Карачаево-Черкесии различными наградами пополнили 10 спортсменов. В предстающее воскресенье на территории Старого пруда парка культуры и отдыха «Зеленый остров» состоится открытый чемпионат Черкеска по ловле на мормышку со льдам. Подробности сообщил директор Федерации рыболовного спорта Республики Сергей Бугаев. Мероприятие пройдет в один день, в два тура. Первый тур 2,5 часа до обеда и второй тур 2,5 часа после обеда. Время сбора в 7.30 утра на водоеме. Более подробную информацию можно посмотреть на страничке ВКонтакте, которая называется «Форум Федерации рыболовного спорта КЧР» или по телефону 8 906 445 49 37. Помимо бура, удочки и приманок, каждый участник должен иметь два флажка, изготовленных в произвольной форме с примерными размерами 10 см на 20. Как раньше ходили с флажками на парад. Абсолютно любого цвета это нужно для того, чтобы обозначить свои лунки. В соревновании могут принять участие все желающие. Женщины, пенсионеры, юноши до 18 лет обязательно в сопровождении родителей. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается облачная погода, местами снег. Ветер западный 6,11 м в секунду. Температура воздуха минус 3, минус 8, в горах местами до минус 14. На дорогах гололед, местами снежные заносы. В горах Карачаево-Черкесии сохраняется лавиноопасность. В Черкесии снег. Ветер западный 6,11 м в секунду. На дорогах гололед, снежные заносы. А столбик термометра пустится до 6 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.